Или еще, например, мера поддержки. Сейчас регионы, которые вынуждены будут тоже что-то делать, свернут, скорее всего, свои программы поддержки, которые работали до, и направят тот фонд средств, которые они саккумулировали у себя в фондах, или получат в качестве субсидии с федерального центра на субсидирование процентной ставки по кредитам каких-то предприятий. Каких предприятий? Скорее всего, это будут предприятия из утвержденного Мишустином списка, не более. Потому что, во-первых, субсидировать всем все невозможно, во-вторых, скорее всего, этих денег хватит только для того, чтобы субсидировать часть процентной ставки. То есть у этих компаний окажутся кредиты, и, соответственно, им будет какая-то часть процентов возмещена. Например, в регионах уже сказали, что та программа субсидирования процентной ставки, которая действовала для сельхозпредприятий, других субъектов МСП из приоритетных отраслей, резидентов, управляющих компанией промышленных площадок, индустриальных парков, все на них она не распространяется и будет распространяться только на компании из этого списка. А понятно, что правительство прикрутит к этим условиям субсидирования какие-то критерии, которые позволят сузить количество получателей поддержки. Не у всех окажутся кредиты, например, с датой выдачи такой-то, со сроком завершения таким-то, с процентной ставкой такой-то, с погашенной или без просрочек, или кредитной линией или некредитной линией. То есть вот примерно так все будет происходить.